История еще одного мудреца Вы знаете историю о трех мудрецах с Востока и о том, как они пришли издалека, чтобы принести свои дары младенцу Иисусу в Вифлееме? Но слышали ли вы когда-нибудь историю еще об одном мудреце? Он тоже заметил новую восходящую звезду и отправился вслед за ней, но не дошел вместе с другими к младенцу Иисусу. О великом желании этого четвертого пилигрима и о том, как оно существилось, я и хотел бы рассказать. О его многочисленных странствиях и испытаниях его души, о долгом пути его поисков и удивительных обстоятельствах встречи с тем, кого он искал. Я расскажу эту историю так, как слышал ее фрагменты в палате снов Дворца Человеческого Сердца. Знак на небе В те дни Август Цезарь управлял многими народами, а царь Ир отправил в Иерусалиме. В это же самое время в медийском городе Экбатане среди гор Персий жил один человек по имени Артабан. Его дом находился рядом с самой дальней из семи стен, окружавших королевскую сокровищницу. Со своей крышей он мог любоваться возвышающими зубчатыми стенами из черного, белого, малинового, синего, красного, серебряного и золотого мрамора. Также оттуда открывался прекрасный вид на холм, где расположился летний дворец императора. При солнечном свете он сверкал, как драгоценная жемчужина в царской короне. Вокруг жилища Артабана раскинулся необыкновенный сад. Изысканные цветы и диковинные фруктовые деревья орошались десятками ручьев, сбегающих со склона горы Аронд. Сладкоголосые птицы наполняли его неповторимой музыкой. Когда землю мягким бархатом накрыла ночь, звуки птичьих песен стихли, а воздух наполнился нежнейшим сладким ароматом. Слышался только плеск воды ручьев, похожий на голос, рыдающий и смеющийся одновременно. В доме Артабана не спали. Сквозь занавешенные арочные окна верхней комнаты пробивался тусклый свет, где хозяин дома приготовил угощение для своих друзей. Сам он стоял в дверях, приветствуя долгожданных гостей, высокий, смуглый, лет сорока, с блестящими, близко посаженными под широким лбом глазами, с твердыми морщинами вокруг изящных тонких губ. Лоб мечтателя и рот воина, человека чуткого, но непреклонной воли, одного из тех, кто рожден для внутренней борьбы и поиска смысла жизни. Его одежда была из чистой белой шерсти, наброшенной поверх шелковой туники, а белая остроконечная шапочка с длинными отворотами по бокам возвышалась на его развивающихся черных волосах. Это была одежда древнего священства волхвов, которые поклонялись огню. «Добро пожаловать!» – говорил Артабан своим низким приятным голосом, когда гости один за другим входили в комнату. «Добро пожаловать, Абдус! Мир вам, Радасп и Тигран! И тебе, мой отец Абгар! Вы все желанные гости, и этот дом наполняется радостью от вашего присутствия!» Их было девять человек, сильно различавшихся по возрасту, но похожих друг на друга богатством одежды из разноцветного шелка. На шеях у них были массивные золотые воротники, отличие парфянских вельмож, и на груди крылатые золотые круги – знак последователей Зоораста. Они заняли свои места вокруг маленького черного алтаря в конце комнаты, где весело горело небольшое пламя. Артабан стоял рядом с огнем и размахивал над ним пучком из тонких веток гранатового куста. Подбрасывал в огонь сухие хвойные палочки с ароматными маслами. Затем он запел древнее песнопение, и голоса присутствующих присоединились к прекрасному гимну божеству, которому они поклонялись. Огонь в алтаре разгорался вместе с песнопением, вздрагивал в такт, словно был сделан из музыкального пламени. Он отбрасывал мягкий свет на всю комнату, показывая ее изысканность и великолепие. Пол был выложен плиткой темно-синего цвета с белыми прожилками. На фоне синих стен выделялись пилястры из витого серебра. Прозрачные арочные окна были завешаны ажурными шелковыми шторами. Сводчатый потолок, украшенный сапфирами, выглядел как купол ясного неба, усеянного серебряными звездами. С четырех углов потолка свисали четыре золотых колеса. За алтарем стояли две темно-красные парфировые колонны, а над ними арка из того же камня. На ней была вырезана фигура крылатого лучника со стрелой, натянутой на тетеве лука. Дверь между колоннами, выходившая на террасу на крыше, была закрыта тяжелым занавесом цвета спелого граната, который был расшит многочисленными золотыми брызгами, поднимавшимися от пола. В общем, комната была похожа на звездное ночное небо в лазуре серебра, оттененную возле алтаря на востоке розовым светом наступающей зари. Весь интерьер был, как и подобает, отражением характера и духа хозяина. Когда священная песня умолкала, он повернулся к своим друзьям и пригласил их сесть на диван в сападном конце комнаты. Сегодня вы пришли, сказал он, обращаясь к ним, по моему зову, как верные ученики Зоораста, чтобы возобновить наше поколение и возродить веру в Бога чистоты. Все вы видите, что священный огонь вновь зажжен на алтаре. Мы поклоняемся не огню, но тому, для кого он является прообразом, потому что огонь является самым чистым из всех творений. Он говорит нам о том, кто есть свет и истина. Не так ли, отец мой? Хорошо сказано, сын мой, ответил почтенный Абгар. Просветленные свыше никогда не бывают идолопоклонниками. Они поднимают завесу внешнего и входят в святилище сокрытого. Новый свет и истина постоянно приходят к ним через обычные образы. Мы вместе исследовали многие тайны природы, изучали целебные свойства воды, огня и растений. «Итак, вы слушайте меня, отец мой, и вы, друзья», – сказал Артабан вдохновенно. «Я расскажу вам о новом свете и истине, которые пришли ко мне через самое древнее из всех откровений». Мы вместе читали старинные пророческие книги, в которых будущее смутно предсказывается мудрыми словами, которые трудно понять. Но самое непостижимое из всех знаний – это таинство звезд. Разгадать их путь – значит распутать тайные нити жизни от начала до конца. Если бы мы могли исследовать их в совершенстве, ничто не было бы сокрыто от нас. Наверное, еще многие поколения после нас будут мечтать об этом же. Мы знаем, что наше знание неполное. Сколько спрятано звезд за нашим горизонтом. Как много этих таинственных огней известны только обитателям южной страны, обитающих среди пряных деревьев пунта и золотых рудников Афира. «Это великая тайна!» Слушатели одобрительно закивали головами. «Звезды, – сказал Тигран, – это мысли вечного. Они бесчисленны. Но мысли человека можно сосчитать, как и годы его жизни. Мудрость волхвов – величайшая из всех мудростей на земле, потому что она признает свое собственное невежество. В этом и заключается секрет могущества. Мы учим людей с восхищением ждать каждого нового восхода солнца. Но мы сами знаем, что тьма равна сильной свету и что конфликт между ними никогда не закончится. «Это меня не удовлетворяет», – ответил Артабан. «Если ожидание должно быть бесконечным и не может быть исполнено, то нет никакой мудрости в том, чтобы просто смотреть и ждать. Мы станем как новомодные учителя греков, которые говорят, что истины нет и что единственно мудры только те, кто тратит свою жизнь на открытие и разоблачение лжи, в которую верят в мире». Но мы же знаем, что в назначенное время новый рассвет непременно наступит. Разве наши священные книги не говорят нам, что однажды люди увидят сияние великого света? «Это правда», – подал голос Абгар. «Каждый верный ученик Заораста знает пророчество Овесты и хранит это слово в своем сердце. В тот день восстанет великий пророк Сосиош, победоносный в восточной стране. Вокруг него воссияет могучий свет, и он сделает жизнь вечной, нетленной, бессмертной, и даже мертвые воскреснут. «Это непонятное изречение», – задумчиво сказал Тигран. «Может быть, мы никогда до конца не поймем его. Лучше позаботиться о том, что находится у нас рядом. Мы должны восстановить власть и влияние волхвов в нашей собственной стране, чем искать того, кто нам совершенно чужой, и кому мы, вероятно, должны будем уступить нашу власть». Остальные присутствующие одобрили эти слова. Конечно же, они совершенно не собирались делить с кем бы то ни было свое влияние и авторитет. Тигран озвучил мысль, которую они не решались произнести вслух. Но Артабан повернулся к Акбару с сияющим лицом и сказал «Отец мой, я хранил это пророчество в тайнике своей души. Религия без великой надежды была бы подобна алтарю без живого огня. Теперь пламя разгорелось ярче. При свете его я прочел другие слова, которые также пришли из источника истины и еще яснее показали мне о восхождении победоносного в великолепном и чудесном сиянии. Из-под верхней одежды он достал два маленьких старинных свитка из тонкого полотна, исписанных старинными письменами и осторожно развернул их на коленях. В те далекие годы, которые остались в прошлом, задолго до того, как наши отцы пришли в землю Вавилонскую, в Халдеи жили мудрецы, от которых первый из волхов узнал тайну небес. Из них Валаам, сын Виоров, был одним из самых могущественных. Послушайте слова его пророчества. «Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля». Губы Тиграна презрительно скривились, когда он сказал. «Иуда был пленен царями вавилонскими, и сыновья Иакова были в рабстве у наших царей. Колено Израилевы рассеяны по горам, как заблудшие овцы, и от остатка живущего в Иудее под Игом Рима не восстанет ни звезда, ни скипетр». «И все же», – ответил Артабан, «это был Иудей Даниил, великий толкователь снов, советник царей, мудрый Валтасар, который был самым почитаемым и любимым нашим великим царем Киром. Пророк истины и толкователь мыслей божьих. Даниил был среди нашего народа». Вот те слова, которые он написал. Артабан прочел из второго свитка. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины». «Но сын мой», – с сомнением произнес Абгар, «это загадочные числа. Кто может истолковать их? Или кто поможет найти ключ, который откроет нам их смысл?» «Он был показан мне и трем моим собратьям Волхвам – Каспару, Мельхиору и Валтасару», – ответил Артабан. «Мы изучали древние записи халдеей и вычислили точное время. Оно точно указывает на этот год. Мы усердно изучали звездное небо и весной увидели, как две самые большие звезды сошлись вместе в знаке рыбы, который является домом евреев. Мы также увидели там новую звезду, которая ярко светила в течение одной ночи, а затем бесследно исчезла. Теперь снова встречаются две великие планеты. Эта ночь – время их сближения. Мои три брата наблюдают это явление в древнем храме Семи Таинск, в Борсипе, в Вавилонии, а я наблюдаю здесь. Если звезда снова засияет, они будут ждать меня 10 дней в храме. Затем мы вместе собирались отправиться в Иерусалим, чтобы своими глазами увидеть и поклониться обитованному, который станет царем Израиля. Я верю, что знак повторится и уже полностью приготовился к путешествию. Я продал дом и все свое имущество и приобрел три драгоценности – сапфир, рубин и жемчужину, чтобы принести их в дар новому царю. Я приглашаю и вас отправиться со мной в путь, чтобы мы могли вместе порадоваться тому, что нашли принца, достойного, чтобы ему служили. Говоря это, он сунул руку в глубокую складку своего пояса и вытащил три больших драгоценных камня. Один голубой, как осколок ночного неба, другой краснее, чем луч восходящего солнца, и третий чистый, как вершина горы, покрытая снегом. Артабан положил свои сокровища на расстеленные пред ним льняные свитки и посмотрел на своих друзей. Но все они смотрели на него с недоумением. Пелена сомнения и недоверия лежала на их лицах, как густой туман. Они смотрели на своего друга с искренним удивлением и жалостью. Наконец Тигран с трудом произнес. Дорогой Артабан, это пустая фантазия. Это происходит от слишком долгого созерцания звезд и возбужденного воображения. Было бы разумнее потратить эти средства на строительство нового храма огня в Чали. Ни один царь никогда не восстанет из рассеянного народа Израиля. И никогда не придет конец вечной борьбе света и тьмы. Тот, кто ищет его, гоняется за миражами. Мне искренне жаль тебя, я не могу в этом принимать участие. Прощай. Другой поддержал Тиграна. Артабан, я совершенно не разбираюсь в этих вещах. И моя должность хранителя царских сокровищ призывает меня оставаться здесь. Твое предложение не для меня. Но если ты твердо надумал идти, желаю тебе всего самого доброго. Третий тоже сказал. Я только что женился и не могу ни оставить жену, ни взять ее с собой в это странное путешествие. Это тоже не для меня. Пусть твои шаги будут благословенными, куда бы ты ни направлялся. Так что прощай, брат. Четвертый обнял Артабана и промолвил. Я серьезно болен и не перенесу такого путешествия. Я тоже желаю тебе всех благ в этом путешествии. Мудрец Абгар, самый старший из приглашенных на встречу, очень любил Артабана, как сына. Он был печален и задумчив, когда последним покидал дом. Он ласково произнес. Сын мой, может быть, свет истинный и заключен в этом знаке, который появился на небе, и тогда он непременно приведет тебя к величайшему царю. А может быть, это всего лишь тень света, как сказал Тигран. Тогда тому, кто последует за ним, достанется лишь долгое странствие и разбитые надежды. Но лучше следовать даже за тенью лучшего, чем довольствоваться худшим. Те, кто хотят увидеть удивительные вещи, часто должны быть готовы путешествовать в одиночку. Я слишком стар для этого путешествия. Но мое сердце будет сопровождать тебя днем и ночью. И я рад буду узнать о результате твоих поисков. Иди с миром. Так один за другим мудрецы и ученые вышли из роскошного зала с серебряными звездами, и Артабан остался совсем один. Он медленно собрал драгоценности и спрятал их в свой пояс. Долго стоял он и смотрел на пламя на алтаре, которое мерцало и медленно затухало. Затем он пересек зал, поднял тяжелый занавес и вышел на открытую террасу на крыше. Дрожь, которая пробегает по земле, прежде чем она пробуждается от ночного сна, уже началась. Прохладный ветер, предвещающий рассвет, ласково дул с высоких, покрытых снегом ущелья горы Аронд. Первые проснувшиеся птицы уже шевелились и тихонечко щебетались среди шелестящих листьев, а из беседок доносился сладкий запах созревшего винограда. Далеко над восточной равниной расстилался белый туман, похожий на озеро, но там, где далекий пик загросок прорезал западный горизонт, небо было чистым. Юпитер и Сатурн светились вместе, как капли сверкающего пламени, готовые слиться воедино. Пока Артабан наблюдал за ними, из темноты внизу появилась лазурная искра, окруженная пурпурным сиянием. На его глазах она превратилась в малиновую сферу и устремилась вверх сквозь ветви шафрана и апельсина, превращаясь в точку сплошного сияния. Крошечная и бесконечно далекая, но совершенная во всех отношениях, она пульсировала в огромном своде, подобно трем драгоценностям на груди волхва. Они смешались и превратились в живое сердце света. Он склонил голову и закрыл лицо руками. «Это знак», — сказал он. «Царь идет, и я пойду навстречу ему». У стен Вавилона Всю ночь Васта, самая быстрая и любимая из лошадей Артабана, оседланная ждала в своем стойле. Нетерпеливо перебирая копытами и встряхивая удилами, она как будто разделяла нетерпение своего господина, хотя и не понимала его смысла. Прежде чем окончательно пробудились птицы и приступили к своему восторженному, радостному пению утренней хвалы, прежде чем белый туман начал лениво подниматься с равнины, мудрец уже сидел в седле и быстро ехал по большой дороге на запад, огибая основание горы Аронт. Как глубока, как сильна становится связь между человеком и его любимой лошадью в долгом путешествии. Это безмолвная, всеобъемлющая дружба, общение, не нуждающиеся в словах. Они пьют из одних и тех же источников и спят под одним и тем же звездным небом. Они вместе сознают успокаивающее очарование сумерок и оживляющую радость рассвета. Наездник делит вечернюю трапезу со своим голодным товарищем и чувствует, как мягкие влажные губы ласкают его ладонь, когда они смыкаются над куском хлеба. Лишь забрежет рассвет, он просыпается от легкого прикосновения теплого, сладкого дыхания к своему лицу и смотрит в глаза своего верного спутника, готового и ожидающего дневного труда. Конечно, если только он не язычник и не верующий, каким бы именем он не назвал своего Творца, он будет благодарить его за это безмолвное сочувствие, за эту немую привязанность. Во время утренней молитвы будет умолять о двойном благословении. Боже, благослови нас обоих и сохрани наши ноги от падения и наши души от смерти. А потом в прохладном утреннем воздухе быстрые копыта будут отбивать по дороге свою бодрую музыку. В такт биению двух сердец, движимых одним и тем же желанием, покорить пространство, преодолеть расстояние, достичь цели путешествия. Артабан хотел успеть в срок, чтобы в назначенный час встретиться с другими волхвами. Он должен был ехать осторожно, потому что путь составлял 150 парасангов, что равнялось 9 сотням километров. 15 километров – это самое большее расстояние, что он мог проделать за день. Но он знал силу вазды и без страха продвигался вперед. Каждый день он преодолевал определенное расстояние. Ему приходилось ехать до поздней ночи, а утром отправляться в путь задолго до восхода солнца. Он ехал вдоль коричневых склонов горы Оронд, как бы изрезанных сотнями стремительных горных потоков. Далее Артабан пересек просторные равнины Несейцев, где паслись и знаменитые табуны лошадей. При приближении в осады они удивленно вскидывали свои головы и тут же уносились прочь. Тогда с болотистых лугов с шумом поднимались стаи диких птиц. Описывая большие круги, бесчисленные крылья сверкали и трепетали в небе, а воздух оглашался их пронзительными криками испуга и возмущения. За равнинами начинались плодородные поля Конковара, где пыль сгумно во время жатвы наполняла воздух золотистым туманом, наполовину скрывая огромный храм Астарты с его четырьмя сотнями колонн. В Багустане, среди богатых садов, орошаемых фонтанами, бьющими из скалы, он остановился у подножия Величественной горы. На вершине стоял памятник царя Дария на коне, топтавшего поверженных врагов. Высоко на склоне Вечной скалы был высечен длинный список его сражений и побед. По пути Артабан преодолел множество холодных и пустынных перевалов, мучительно пробираясь по продуваемым ветрам склонам холмов. Спускался он вниз по бесчисленным опасным горным ущельям, где река ревела и мчалась перед ним, как дикий зверь. Проезжал он через множество солнечных долин с террасами из желтого известняка, полными виноградных лос и фруктовых деревьев. Миновав дубовые рощи Карины и темные ворота Загроса, окруженные пропастями, наш путник въехал в древний город Чала, где давным-давно держали в плену народ Самарии. И снова путь пролегал через могучие ущелья, проходящие среди окружающих город-холмов. Но одним из них он увидел изображение верховного жреца, вырезанного на каменном склоне, с подтянутой рукой, как бы благословляющего всех паломников, вот уже многие столетия. Когда уставший путник преодолел узкое ущелье, то увидел прекрасную долину вдоль реки Гиндес, засаженную от края и до края садами персиков и инжира. Проезжал он и над широкими рисовыми полями, что были покрыты как бы одеяло из густого тумана. Следуя вдоль русла реки, дорога бежала прямо, как стрела под тенью тополей и тамариндов, среди нижних холмов и дальше по плоской равнине. Проезжал Артабан и через тернивые поля и выжженные луга. Мимо города Ктисифона, где царствовали парфянские императоры, мимо огромной столицы Солевкии, которую построил Александр, пробирался путник через бурлящие потоки тигра и многочисленные протоки Ефрата, текшие желтым потоком вдоль полей. Уверенно продвигался он вперед, пока на десятый день, уже к самой ночи, не оказался под стенами многолюдного Вавилона. Конь Васта был страшно утомлен. Артабан тоже с радостью вошел бы в город, чтобы найти отдых и подкрепление для себя и своего коня. Но он знал, что до храма Семи Таинств, где его ждали товарищи, осталось еще три часа пути, и он должен был добраться туда к полуночи. Путник не стал останавливаться, а поехал далее через скошенные поля. Рощи финиковых пальм казались мрачными островками в бледно-желтом море. Войдя в тень, Васта замедлил шаг, навострил уши и стал выбирать дорогу более осторожно, всем своим видом стараясь передать свою встревоженность хозяину. Лошадь чуяла какую-то опасность или препятствие. Не в ее привычке было трусливо прятаться от них, только быть готовой к ней и встретить, как подобает хорошей лошади. Роща была безмолвной и тихой. Не слышно было ни шелеста листьев, ни пения птиц. Васта ступал теперь очень осторожно, словно на ощупь, низко опустив голову. Время от времени он с опаской фыркал. Наконец он испустил быстрый вздох тревоги и смятения. Дрожа всем телом, лошадь замерла перед темным предметом в тени высокой пальмы. Артабан сошел с коня. В тусклом свете звезд он разглядел человека, лежащего поперек дороги. Его изорванная одежда и изможденное лицо говорили о том, что он был одним из бедных евреев-изгнанников, которые в большом количестве жили поблизости. Его бледная кожа, сухая и желтая, как пергамент, имела на себе отпечаток смертельной лихорадки, свирепсывавшей осенью в болотистой местности. Холод смерти уже сковывал его худую руку, и когда волх отпустил ее, рука безжизненно упала на тяжело подымавшуюся грудь. Он отвернулся, как бы придавая тело тому странному погребению, которое волхвы считают наиболее подходящим, к погребению пустыни, где коршуны и стервятники поднимаются на темных крыльях, а хищные звери убегают прочь, оставляя на песке только груду белых костей. Когда он поднялся, с губ мужчины сорвался долгий, слабый, едва слышный вздох. Темные костлявые пальцы судорожно сжали край одежды волхва и крепко ухватились за его. Сердце Артабана сжалось, но нет страха. А от возмущения на навязчивость этого странного промедления на его пути. Разве он мог оставаться здесь в темноте, чтобы ухаживать за умирающим незнакомцем? Какое право имел этот незнакомец на его сострадание или участие? Если он задержится хотя бы на час, то едва ли успеет добраться до Борсипы к назначенному времени. Его попутчики подумают, что он отказался от путешествия. Они уедут без него. Он потеряет свою возможность. Но если он сейчас уйдет, то бедняга наверняка умрет. Если же останется, жизнь может быть спасена. Его душа металась и трепетала перед таким выбором. Должен ли он рисковать великой наградой своей божественной веры ради одного единственного почти уже мертвого незнакомца? Должен ли он хотя бы на мгновение уклониться от следования за звездой, чтобы дать чашу холодной воды бедному, погибающему еврею? «Боже, истинные чистоты!» – взмолился он. «Направь меня на святой путь, путь мудрости, который знаешь только ты!» Затем он снова повернулся к больному. Ослабив его руку, Артабан понес его к небольшому холмику у подножия пальмы. Развязав толстые складки тюрбана и раздвинув одежду над впалой грудью, он принес воды из одного из маленьких ручьев поблизости и смочил страдальцу лоб и рот. Смешав щепотку одного из тех простых, но сильных снадобий, которые всегда носил за поясом, ибо маги были не только астрологами, но и врачами, он медленно влил это в бесцветные губы страдальца. После этого Артабан применил все свои навыки и знания как искусный целитель. Наконец, к страдальцу вернулись силы. Он присел и огляделся. «Кто ты?» – спросил он на грубом диалекте этой страны. «Как ты нашел меня здесь, чтобы вернуть к жизни?» «Я Артабан, медеец из города Эк-Батан. Иду в Иерусалим на поиски того, кто должен родиться царем иудейским, великим князем и избавителем для всех людей. Я не смею больше задерживаться, потому что караван, который ждал меня, может уйти. Смотри, вот здесь все, что у меня осталось от хлеба и вина. И вот лекарство из целебных трав. Когда твоя сила восстановится, ты сможешь добраться до жилища своих собратьев из Вавилона». Еврей благоговейный воздел дрожащие руки к небу. «Пусть Бог Авраама, Исаака и Иакова благословит и благоустроит путешествие милостивого и приведет его с миром в его желанное место. Но подожди, я ничего не могу дать тебе взамен. Разве только сказать тебе, где искать Мессию? Наши пророки говорили, что он должен родиться не в Иерусалиме, а в Ифилиеме иудейском. «Да приведет тебя Господь в целости и сохранности прямо в то место, потому что ты жалился над больным». Было уже далеко за полночь. Артабан ехал быстро. Так как Вазда отдохнул во время короткой остановки, торопливо бежал по безмолвной равнине и переплыл русло реки. Казалось, лошадь собрала остатки сил и понеслась по земле, как газель. Когда они преодолевали последний отрезок своего путешествия, их настиг первый луч солнца. Глаза Артабана с тревогой вглядывались в огромный курган Немрода и храм Семи Таинств. Не могли разглядеть никаких следов каравана. Холм представлял из себя многоцветные террасы черного, оранжевого, красного, желтого, зеленого, голубого и белого мрамора. Разбитые землетрясениями и рассыпающимися под ударами человеческого вмешательства, они ослепительно сверкали в лучах восходящего солнца, как рассыпавшаяся радуга. Артабан быстро объехал холм. Сошел с лошади и поднялся на самую верхнюю террасу, с все больше нарастающей тревогой посмотрел на запад. Огромные болота простирались до самого горизонта, вплоть до границы пустыни. Камыши росли у застоявшихся прудов, в низких зарослях, вероятно, прятались шакалы, но каравана мудрецов нигде не было видно, ни вдали, ни вблизи. На краю террасы он увидел небольшую пирамидку из белого камня, а под ней кусок пергамента. Он схватил его и прочел. «Мы ждали тебя после полуночи, но медлить больше не можем. Мы отправляемся искать царя. Следуй за нами через пустыню». Ортабан сел на землю и в отчаянии обхватил голову руками. «Как я могу пересечь пустыню?» – простонал он. «Один, без еды и с уставшей лошадью. Необходимо вернуться в Вавилон, продать сапфир, купить караван верблюдов и провизию для путешествия. Возможно, я никогда не смогу догнать своих друзей. Только Бог милосердно знает, смогу ли я отыскать царя из-за того, что задержался, чтобы проявить милосердие». Ради малого дитя В палате грез, где я слушал рассказ об отставшем мудреце, воцарилась тишина. «Сквозь эту тишину я видел, хотя и очень смутно, его фигуру, как бы плывущую по унылым барханам пустыни. Сидя высоко на спине верблюда, раскачиваясь вперед и назад, он неуклонно двигался вперед, как корабль по волнам. Долина смерти раскинула вокруг него свою жестокую сеть. На каменистых островах не росло ничего, кроме колючего терновника. Темные выступы скал то тут, то там поднимались над поверхностью, словно кости погибших чудовищ. Перед ним вздымались засушливые и негостеприимные горные хребты, испещренные сухими протоками древних потоков. Белые и страшные они выглядели, как шрамы на лики природы. Кочующие барханы опасного песка громоздились на горизонте, как могилы. Днем испепеляющая жара раскаляла дрожащий воздух, и ни одно живое существо не шевелилось на молчаливой мертвой земле, кроме крошечных тушканчиков, пробиравшихся сквозь сухие кусты, или ящерец, прятавшихся в расщелинных скал. Ночью же повсюду рыскали шакалы, нарушая тишину своим жутким хохотом и лаем. Черные ущелья эхом отвечали на глухой рев льва, и жестокий, сковывающий холод следовал за невыносимой жарой дня. Несмотря на жару и холод, мудрец неуклонно продвигался вперед. Затем я видел сады и огороды Дамаска, орошаемые потоками ованы и фарфор. С их ухоженными полями, зарослями мир и роз, усыпанными цветами, передо мной проплывал длинный снежный хребет Ермона, темные кедровые рощи и долина Иордана. Я видел голубые воды Галилейского озера и плодородную равнину Ездраилова, холмы Ефреема и Нагорье Иудеи. Через все это я следовал за караваном Артабана, пока он, наконец, не прибыл в Вифлеем. Прошло всего два дня после того, как три мудреца перед ним пришли на это место и нашли Марию и Иосифа с младенцем Иисусом. Они положили свои дары, золото, ладан и смирну к его ногам. Усталый, но полный надежды, Артабан приближался к цели. Наконец-то, радовался он, здесь я непременно найду его, хотя и один, и позже, чем мои братья. Это то самое место, о котором говорил мне иудейский изгнание, и здесь я непременно увижу восход великого светила. Но как я смогу узнать о посещении моих братьев, к какому дому звезда направила их, и кому они принесли свои дары? Улицы селения казались пустынными, и Артабан подумал, неужели все мужчины ушли на пастбище, чтобы пригнать своих овец. Из открытой двери низкого каменного домика доносилось негромкое женское пение. Он вошел и увидел молодую мать, укачивающую своего ребенка. Она рассказала ему о пришельцах с Дальнего Востока, которые появились в деревне три дня назад. Они всем рассказывали, что необычная звезда привела их к месту, где Иосиф из Назарета находился со своей женой и новорожденным младенцем. Они поклонились младенцу и преподнесли ему необычные подарки. Но вскоре путешественники снова исчезли, продолжала она. Так же внезапно, как и появились. Мы все в тревоге от необычайности такого посещения. Кто они и почему так странно себя вели? Никто не понимает происходящего. Человек из Назарета взял младенца и его мать и в ту же ночь тайно скрылся. Ходят слухи, что они ушли далеко в Египет. С тех пор в деревне все объяты страхом, как будто над нами нависло какое-то несчастье. Говорят, что римские солдаты уже посланы сюда из Иерусалима, чтобы вынудить нас платить новые налоги. Все наши мужчины погнали свои стада далеко в горы и спрятались, чтобы избежать этого. Артабан слушал ее сбивчивую, взволнованную речь, а ребенок на ее руках смотрел ему в лицо и улыбался. Протягивая свои маленькие ручки, он пытался схватить сверкающий золотой круг на его груди. От этого прикосновения в его сердце разлилось приятное тепло. Это было похоже на приветствие любви и доверия. Артабан уже так долго путешествовал в одиночестве, без какой-либо поддержки от людей, борясь со своими собственными сомнениями и страхами и следуя за светом, который был скрыт облаками, что растерялся от этого невинного детского движения. Если бы этот ребенок был обещанным царем, размышлял он, касаясь нежной мягкой щечки. Цари и раньше рождались в более бедных домах, чем этот, и любимец звезд может подняться даже из хижины. Это было бы слишком хорошо, чтобы мудрый бог мог вознаградить мои поиски так быстро и так легко. Но тот, кого я ищу, ушел. Теперь я должен следовать за ним в Египет. Молодая мать положила младенца в колыбель и встала, чтобы послужить странному гостю, которого судьба привела в ее дом. Она поставила перед ним еду. Пища была простая, крестьянская, но предлагалась охотно и потому принесла подкрепление как для тела, так и для души. Артабан с благодарностью принял ее, и пока он ел, ребенок погрузился в счастливый сон. Во сне он сладко бормотал, и великий покой наполнил тихую комнату. Внезапно снаружи послышался шум. Женские вопли и плач, звон медных труб и лязг мечей. Улицы оглашали громкие отчаянные крики. Солдаты, солдаты Ирода! Они убивают наших детей! Лицо молодой матери побледнело от ужаса. Она прижала ребенка к груди и неподвижно застыла в самом темном углу комнаты, прикрыв его складками своего одеяния, чтобы он не проснулся и не заплакал. Артабан быстро поднялся и стал у входа. Его широкие плечи заполняли ширину всего дверного проема, а кончик белой шапочки почти касался потолка. Солдаты спешили по улице с сокровавленными мечами. При виде иностранца в его роскошном одеянии они в нерешительности остановились. Капитан отряда подошел к порогу и приказал отойти в сторону, но Артабан не шевернулся. Лицо его было спокойное, как будто он смотрел на звезды. В глазах его горело то ровное сияние, перед которым съеживается даже дикий зверь. На мгновение он задержал солдата, а потом тихо промолвил. «На этом месте нет никого, кроме меня, и я жду, чтобы отдать этот драгоценный камень благоразумному капитану, который оставит меня в покое». Он показал рубин, блестевший на ладони, как большая капля крови. Капитан был поражен великолепием этого камня. Зрачки его глаз расширились от восхищения, а губы задрожали от желания получить себе это сокровище. Он быстро протянул руку и взял рубин. «Вперед!» – крикнул он своим солдатам. «Здесь нет ребенка! В доме все спокойно!» Шум и лязг оружия послышался по улице дальше, когда безумная и жестокая толпа солдат пронеслась мимо тайного убежища, где, дрожа всем телом, пряталась мать. Артабан вернулся в хижину, упал на колени лицом к востоку и взмолился. «Боже праведный! Прости мой грех! Я сказал неправду, чтобы спасти жизнь ребенка! Двух моих подарков уже нет! Я потратил на людей то, что предназначалось тебе! Буду ли я когда-нибудь достоин увидеть лицо царя?» Но голос женщины, позади него, плачущий от радости, прозвучал тихо, но с неожиданной силой. «Так как ты спас жизнь моему малышу, да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя! Да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир! От всего сердца желаю тебе достигнуть цели твоего путешествия!» На скрытом пути печали. Затем в зале сновидений снова воцарилась тишина. Более глубокая и таинственная, чем в первый промежуток времени. Я понял, что под неподвижностью густого тумана годы Артабана текли очень быстро. Только мельком я видел, как река его жизни сияла сквозь тени, скрывавшие ее течение. Я видел, как он бродил среди многолюдной толпы в Египте и повсюду искал следы семейства, пришедшего из Вифлеема. Он слышал, что они были то под раскидистыми деревьями Сикамора Гелиополиса, то под стенами римской крепости Нового Вавилона, то на берегу Нива. Следы были настолько слабые и неприметные, что постоянно исчезали у него из вида. Они были подобны следам на речном песке, блеснувшем на мгновение от флаги, а затем исчезнувшем. Вот он уже в подножии пирамид, которые возвышались в ярком шафрановом закате. Неизменные памятники бренной славы и тленной надежды человека. Он поднял глаза к огромному изваянию лежащего сфинкса и тщетно пытался прочесть какой-то смысл в его глазах. А о чем говорила его улыбка? Была ли она как бы насмешкой над всеми его усилиями и стремлениями, как когда-то сказал Тигран? Непостижимая загадка, на которую нет ответа, поиски которой никогда не увенчаются успехом. А может быть в этой загадочной улыбке было что-то доброе и ободряющее? Было ли это обещанием, что даже побежденный одержит победу, а разочарованный получит награду? Что невежда станет мудрым, слепой прозреет, а блуждающий, наконец, достигнет цели? Я снова увидел его в одном Александрийском доме, где он разговаривал с еврейским раввином. Почтенный старик, склонившись над свитками пергамента, на которых были написаны древние пророчества Израиля, читал вслух трогательные слова. Они предсказывали страдания обещанного Мессии, царя, презираемого и отверженного людьми, мужа скорбей, познавшего печали. «Помни, сын мой», сказал старец, устремив глубоко посаженные глаза на лицо Артабана. «Царя, которого ты ищешь, нельзя найти ни во дворце, ни среди богатых и могущественных. Если свет мира и слава Израиля должны были прийти вместе с величием земного великолепия, то они должны были проявиться уже давно. Ни один сын Авраама никогда больше не сможет соперничать с властью, которую Иосиф имел во дворцах Египта, или с величием Соломона, восседавшего на троне между львами в Иерусалиме. Но свет, который посетил этот мир, это новый свет, слава, которая восстанет из терпеливого и безропотного страдания, царство, которое должно быть установлено навсегда, будет новым. Царство это, царство совершенной и непобедимой любви». Я не знаю, как произойдет и как мятежные цари и народы земли признают его мессией и воздадут ему честь, но одно я знаю, тем, кто ищет его, нужно искать среди бедных и униженных, скорбящих и угнетенных. И так я снова и снова видел Артабана, путешествующего с места на место и ищущего среди угнанных в плен, у которых маленькая семья из Вифлеема, возможно, могла бы найти пристанище. Он проходил через страны, где голод опустошал земли и бедняки плакали о хлебе. Артабан останавливался в городах, где больные умирали в полной нищете. Он посещал угнетенных и страждующих во мраке подземных тюрем в тесноте невольничьих рынков, где продавались рабы после изнурительного труда на галерах. Во всем этом огромном и запутанном мире страданий он не находил никого, кому можно было бы поклониться, но зато находил многих, кому мог бы помочь. Он кормил голодных, одевал нагих, лечил больных и утешал пленников. Годы его жизни пролетали быстрее, чем челнок на ткацком станке, который быстро двигается взад и вперед, пока ткань придут и пока на ней рукой у мастера создается замысловатый узор. Казалось, наш волк почти забыл о своих поисках, но однажды я увидел его на мгновение, когда он стоял один на рассвете у ворот римской тюрьмы. Из тайника на поясе он вынул жемчужину, последнюю из своих драгоценностей. Когда он взглянул на нее, мягкий радушный свет, полный переливающихся отблесков лазури и розы на ее поверхности. Казалось, она впитала в себя какие-то оттенки цветов сапфира и рубина. Такая глубокая, тайная цель благородной жизни вбирает в себя воспоминания о прошлых радостях и прошлых печалях. Все, что помогало ему и все, что препятствовало, вплетается тонкой нитью в самую его сущность. Чем дольше несут ее рядом с теплом бьющегося сердца, тем она становится более светлой и драгоценной. Так, размышляя об этой последней жемчужине и ее значении, я услышал конец истории нашего мудреца. Драгоценная жемчужина Прошли 33 года жизни Артабана, а он все еще был странником и продолжал свои поиски. Его волосы, когда-то более темные, чем скалы загроса, теперь стали белыми, как снег, покрывающий их. Его глаза, которые когда-то горели, как языки пламени, теперь были тусклыми, как тлеющие среди пепла угольки. Измучены, усталые, готовы умереть, но все еще ищущий царя. Артабан в последний раз пришел в Иерусалим. В последние годы он часто бывал в священном городе и всегда обыскивал его переулки, переполненные лачуги, бедняков и страшные тюрьмы. Путешественник не находил никаких следов семьи Назарян, которые когда-то бежали из Вифлеема. Но теперь ему казалось, что он должен приложить еще одно последнее усилие. Что-то шептало в его сердце, что, наконец, он достигнет цели своих поисков. Было время пасхи. Город был переполнен пришельцами. Сыны Израилевы, рассеянные по всему миру, из дальних стран спешили в храм на великий праздник. В течение многих дней на узких улицах города царило столпотворение от великого множества людей и животных. В этот день в толпе людей было заметно странное волнение. Небо было затянуто зловещим мраком и волны возбуждения, казалось, пробегали по толпе, как дрожь, сотрясающая лес накануне грозы. Тайная волна несла всех в одном направлении. По улице, ведущей к Дамасским воротам, без остановки текли потоки людей. Слышался топот сандалий и мягкий, глухой звук тысячи босых ног, шагающих по пыли и камням. Артабан присоединился к группе людей из своей страны, парфянских евреев, пришедших на празднование Пасхи. Он спросил их о причине волнения и о том, куда они идут. «Мы идем», отвечали они, «к месту, называемому Голгофа, за городскими стенами, где должна состояться казнь. Разве ты не слышал, что случилось? Два известных разбойника должны быть распяты, и с ними еще один, называемый Иисус из Назарета». Этот человек делал среди людей много чудес, они его очень любят. Но священники и старейшины сказали, что он должен умереть, потому что выдает себя за сына Божьего. Пилат приговорил его к распятию, потому что он утверждал, что он царь иудейский. Как странно подействовали эти слова на усталое сердце Артабана. Они вели его всю жизнь через пустыни и моря. Царь восстал, но был отвергнут и изгнан. Он близок к погибели. Возможно, он уже умирает. Может быть, это тот самый человек, который родился в Вифлееме 33 года назад, при рождении которого на небе появилась звезда и о чьем пришествии говорили пророки? Неужели он нашел того, кого искал всю жизнь? Сердце Артабана неровно билось от тревожного и странного предчувствия, которое бывает в старости. Он все повторял про себя. Пути Господни выше мысли человеческих. Может быть, я найду царя в руках его врагов и приду вовремя, чтобы предложить им мою жемчужину в качестве выкупа, пока он не умер. Быстрыми шагами старик последовал за толпой к дамасским воротам города. Сразу за входом в караульное помещение по улице шел отряд македонских солдат, таща за собой молоденькую девушку в разорванном платье и с растрепанными волосами. Волк остановился, со страданием глядя на нее. Внезапно, вырвавшись из рук своих мучителей, она бросилась к его ногам и обхватила его колени. Она увидела его белую шапочку и крылатый круг на груди. «Сжалься надо мною!» воскликнула она. «И спаси меня ради Бога чистоты! Я также дочь истинной религии, которой учат волхвы!» «Мой отец был парфянским купцом, но он умер, и меня схватили за его долги, чтобы продать в рабство! Спаси меня от того, что хуже смерти!» Артабан затрепетал. В его душе поднялось сильное волнение, которое возникало у него уже дважды в Пальмовой роще возле Вавилона и в бедной хижине на окраине Вифлеемы. Конфликт между делом веры и делом любви. Дважды дар, который он посвятил для поклонения царю, был отдан на то, чтобы помочь несчастным. Это было третье, последнее испытание, окончательный и бесповоротный выбор. Была ли это его великая возможность или последнее искушение? Он не мог сказать. В глубине его сознания было ясно только одно, это было неизбежно. Разве неизбежное не исходит от Бога? Одно только было ясно его разбитому сердцу. Спасти эту беспомощную девушку было истинным подвигом любви. Разве любовь не есть цвет души? Он вынул из-за пазухи жемчужину. Никогда еще она не казалась такой сияющей, такой лучезарной, полной нежного, живого блеска. Артабан вложил ее в руку несчастных. Вот твой выкуп, дочь моя. Это последнее из моих сокровищ, которые я хранил для царя. Пока он говорил, на небе сгустилась тьма и по земле пробежала дрожь. Стены домов раскачивались из стороны в сторону. Из стен камни падали прямо на улицу. Воздух наполнился облаками пыли. Шатаясь, как пьяные, в ужасе убегали солдаты. Но Артабан и девушка, которую он выкупил, укрылись под стеной приторией. Чего ему было уже бояться? Да и для чего дальше жить? Он отдал последнее свое сокровище, предназначенное в дар царю. Артабан расстался с последней надеждой найти и почтить его. Поиски окончились и они оказались бесплодными. Но даже в этой мысли отчаянной и горькой был покой. Это не было отступлением и не было предательством. Это было нечто более глубокое и непостижимое. Он знал, что все хорошо, потому что изо дня в день делал что мог. Он был уверен свету, который был дан ему и искал большего. И если он так и не нашел его, если неудача это все, что осталось ему в жизни, то без сомнения это лучшее, что было возможно. Но он знал, что даже если бы он имел возможность прожить свою земную жизнь заново, она не могла бы быть лучше, чем была. Еще одна сильная волна землетрясения потрясла землю, небо потемнело, тяжелая черепица, сползая с крыши, упала и ударила старика. Седая голова в бессилии опустилась на плечо девушки. Из раны сочилась кровь. Лицо было бледным, он, казалось, не дышал. Когда она склонилась над ним, боясь, что он уже мертв, во тьме послышался голос, очень мягкий и тихий, как звучащая издалека музыка, в которой слышится мелодия, но слов не разобрать. Девушка обернулась, чтобы посмотреть, кто это говорит, но никого не увидела. Губы старика зашевелились, словно в ответ. Она услышала, как он прошептал на парфянском языке. Господи, когда я видел тебя голодным и накормил, или жаждущим и напоил, когда я видел тебя странником и принял, или нагим и одел, когда я видел тебя больным или в темнице и пришел к тебе, 33 года я искал тебя, но никогда не видел твоего лица и так и не послужил тебе, мой царь. Он замолчал и снова послышался тот же нежный голос, но теперь ей показалось, что она различила слова. Истинно говорю тебе, так как ты сделал это одному из сих братьев моих меньших, кто сделал мне? необыкновен необыкновенное сияние удивления и радости осветило бедное лицо Артабана, словно первый луч зари на снежной вершине горы. Долгий последний вздох облегчения мягко сорвался с его уст. Путешествие его завершилось. Сокровища были отданы, мудрец нашел своего царя и царь принял его дары. Продолжение следует...